Всем привет! Я сегодня вам начну представляться. Жарим Планчик, когда вам подходит. Меня зовут Рома, фамилия Атурамов. Многих в зале знаю. Руководил Яндекс.Автор, руководил Автору. Сейчас работаю уже два года примерно в компании CarPrice, директор по продукту. Что такое CarPrice? Наверное, кто-то из вас знает, кто-то не знает, но я про это расскажу в процессе своей презентации, так что вы узнаете. Что? Ты знаешь, я точно один. Но вообще, конечно, вопрос философский. Прямо можно поассуждать. Значит, почему вот такой рассказ? Недавно в одном из чатиков мы с ребятами общались, с коллегами, и один из моих коллег, тоже Head of Product, я им говорю, что вот вы же вот эту штуку прямо скопировали вот с них. А он мне говорит, что нет, ни фига не скопировали, это все неправда. А я точно знаю, что скопировали. И вообще, если вот рассуждать, то очень часто мы чего-то с кого-то скопируем, осознанно или неосознанно, и сами того следимся. И бывают там личные скандалы, что вот там Павел Дуров скопировал Facebook, или вот Марк Цветерберг украл идеи у каких-то еще ребят. И дальше все это обсуждают, очень весело и интересно. А есть компании, которые, наоборот, не стыдят скопирования, у которых копирование заложено в корпоративной культуре, скажем так. И вот Корпрайс — одна из них. Я когда приходил в Корпрайс для менять любого черта, я всегда старался там какие-то оригинальные идеи придумывать. В Корпрайсе очень много чего копируют, и я, скажем так, вошел во вкус. И сейчас я решил сделать каминалут и рассказать вообще, как правильно тратировать и почему это хорошо. Итак, наверняка у вас были у всех такие ситуации, когда делаешь полгода-год какие-то эксперименты, АВ-тесты, а метрики не улучшаются, ничего не происходит. Как будто бы все в трубу. Ну, можно, конечно, продолжать их делать, а можно попробовать какой-то другой подход. Или, например, есть очень-очень сжатые сроки, в которые можно добиться результата. Как это сделать? Ну, там, какие-то запускать с лукоэкспериментальные проекты, которые непонятно полетят, но полетят, а можно тоже прибегнуть к какому-то альтернативному способу. Все мы называем это по-разному. Копикап или вот «держи, обводи», как я назвал свой доклад. Кстати, это терм «держи, обводи» я впервые услышал, когда пришел в Яндекс от Миши Карпо. Яндекс от Миши Карпо, который возглавляет эту конференцию замечательно. И мне термин понравился, вот он так ко мне прицепился. А когда я стал изучать эту тему, чтобы какую-то хотя бы научную тудоплёпку вам преподнести здесь и накопать какой-то материал, то я нашел, что, оказывается, есть такая даже дисциплина, бейнш-маркетинг называется, которая и ее крайняя степень – это промышленный шлянаж, которая позволяет мониторить, научно мониторить рынок, делать это системно и находить самые лучшие решения и их заимствовать. И я тут термин тоже позаимствовал. Ну, во-первых, чтобы окончательно развеять все ваши сомнения в том, что копирование – это хорошо, я стал смотреть примеры. Вообще, вот из каких-то больших крутых штук, которые нас окружают, каких-то айтишных продуктов и около айтишных. Такие вещи были скопированы, либо их обвиняли в том, что они скопировали, и есть ли какие-то вообще оригинальные вещи. Ну, вы можете сами поизучать. Ну, вот, например, самая первая же вещь – слайд-ладлок. Ее, оказывается, придумали в 99-м году какие-то шведы. В 2002-м они ее запатентовали. И потом еще Apple платила им отчисления за то, чтобы ее использовать. И покупал патент. Так что, в общем, тут есть много чего интересного посмотреть. Дальше читать не буду, рассказывать про каждую, но сами можете это найти. Плюсы и минусы тоже достаточно очевидны. Плюсы копирования – то, что сильно снижаются риски, и понятно, что делать. Не надо никаких запретать велосипедов. Можно просто брать работающие и делать так же. Минусы – то, что это, в принципе, считается некруто. То есть, когда кому-то рассказываешь, а вот мы там украли идею, да, ну, можно, конечно, это весело интересно сказать, но большинство будет относиться к этому плохо. Ну, и как отдельная такая дисциплина, которую держать уме, многие даже на этом строят кучу стоп-тапов, есть там венчерные фонды, которые на таких специализируются – это копирование глобальных проектов на локальный рынок. Ну, некоторые такие рекомендации, как вообще правильно копировать, которые я подчеркнул тоже из источников. Не буду, наверное, в них там как-то сильно углубляться, потому что у меня еще куча слайдов, куча примеров, а вы самые стойкие, и хочется, чтобы у вас сил хватило до конца. Тоже какие-то базовые вещи, как исследовать. Посмотрите потом презентации, будет видео, будет выложено презда, соответственно, тоже попробуйте, поэкспериментируйте. Вот. Здесь вот есть пара интересных моментов. Где вообще брать информацию? Потому что мы все как продукт-оуниры, как продукт-менеджеры, конечно же, можем зайти там на какой-то чужой сайт и посмотреть дизайн. Но при этом мы по факту не знаем, какие у них метники. Допустим, может быть, они этот дизайн используют, но они как вот некоторые – я так вижу и я так делаю, да, и ничего не меряют. А может быть, наоборот, у них конверсия там в два раза выше, чем у нас. И мы это не знаем, мы никак не узнаем, а есть способы. Он, начиная от самых простых и базовых, это прийти к нему и сказать, «Поделитесь опытом», или там, «А мы вам заплатим денег», или «Мы с вами тоже поделимся опытом, если мы не конкуренты». И заканчивая всякими низменными и хитрыми методами, как, например, прийти к этой компании и сказать, «А давайте-ка мы вас попробуем купить, расскажите, а что у вас как». Это называется, по-моему, «Investor Rate», если не ошибаюсь, я недавно про это узнал. Когда сидят такие инвесторы, которые собираются кого-то покупать, к ним приходит куча-куча всяких молодых ребят, которые им рассказывают свои идеи, там, как что у них внутри устроено, вот, а эти умные люди потом берут и делают свое с учетом всего услышанного. Или, например, можно собеседовать с кого-то из бывших работников этой компании. В общем, можно и скитряться по-всякому, по-разному, но узнавать, а что работает, что не работает, и, соответственно, как оно внутри, какие результаты показывают. Вот, в общем, исходя из всего этого, как мне кажется, если вы не используете такой метод, как копирование, а пытаетесь быть всегда оригинальными и красавчиками, то вы просто как продакт-менеджеры, у вас нету одной руки, одной ноги, одного глаза, то есть нужно обязательно туда смотреть, если вы еще не смотритесь, то смотрите. Вот, я несколько здесь привел кейсов, что у нас было в корпорации, и до меня, и вместе со мной, и по копированию, и про оригинальность, и как они полетели или не полетели. Сейчас пройдет расскажет. Видите, у нас даже некоторые проекты прямо так и называются, «Карпрайс» внутри, а «Кокерстакс» — это название реального проекта, который мы внутри делаем. Первое — «Рекция Карпрайс». Значит, сейчас расскажу, покажу. Вот, плохо видно, наверное. Но слева — сайт компании, который называется «Sellanycard.com». Она работает в Арабских Эмиратах, вы можете совершенно спокойно зайти на него, посмотреть, посмотреть на Ютубе видео, как она работает. А справа — первый сайт «Карпрайса», который запустился. Но здесь схожесть есть не только у сайта логотипа, и даже, если честно сказать, у нас юридическое ресурсов у «Отс» его не так называется. А есть и сходство абсолютно во всем остальном. То есть, там, бизнес-модель, собственно, про нее могу сейчас рассказать, что это, значит, 7 локаций, куда приезжают люди, которые хотят продать машины. У нас сейчас в России что-то порядка 30 локаций, количество их все время растет. То есть, там, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Казань. Ну, просто вот, все города можно перечислять, везде есть «Карпрайс». Люди приезжают, хотят продать машину. Дальше это работает как такая огромная фотоателье. То есть, есть инспекторы, у которых есть приложение, они с помощью этого приложения переводят физические автомобили в цифровой вид. Дальше эти оцифрованные автомобили попадают на аукцион, где за них торгуются, ну, называемых дилеры, но на самом деле это не всегда вот эти дилеры, которые с большими степлянными зданиями, а на самом деле это скорее такие профессионалы рынка. То есть, люди, которые хотят купить машину не для себя, а которые хотят на ней заработать. То есть, допустим, сидит там человек в Новосибирске, у него есть стояночка, там 30 машин, он их продает у себя в Новосибирске. В Москве цены дешевле. Для него этот аукцион – это просто новое качество жизни, потому что ему не надо там лететь в Москву, везти с собой чемодан денег, там ездить по каким-то АТЦ Москва, а ему достаточно сидеть сюда дома, курить кальян, торговаться на аукционе, и потом ему привозят на автовозе эту машину, он ее у себя в Новосибирске осматривает, селяет с чек-листом и замечательно забирает, ставит на стоянку и продает. Вот, это часть про аукцион. И вот вся вот эта бизнес-модель, она полностью была скопирована с целого экрана .com. Но, сам дизайн сайта, который здесь показан, он очень быстро поменялся, но бизнес-модель полетела, и все как раньше стало хорошо. Сейчас у нас основной клиентский сайт, он вот такой. Бутем каких-то идей, итераций, вот тот, который был справа, вот и образовался вот этот. Он выглядит плохо, мне не нравится, как он выглядит, эстетическое удовольствие я от него не получаю. Но он показывает конверсию выше, чем вообще все АВТ-тесты, все варианты, которые мы пробовали. И причем конверсию сквознуют, то есть не просто там записался, а конверсию гиф приехал, и конверсию купили машину. То есть, ну, вот так работает. Дальше, в какой-то момент мы подумали, и решили, что чего мы все время что-то копируем, давайте придумаем что-то оригинальное. И мы стали создавать концепцию, как мы видим CarPrice в будущем. Но здесь, поскольку ПДФ, я как бы встал скриншот, на самом деле там motion-дизайн. Я сейчас попробую вам включить ролик, чтобы вы тоже немножко кайфанули, потому что смотреть motion-дизайн в картинке, это, ну, не здорово. Сейчас будет немножко шанс от двух. Ставим на паузу. Это немножко кривовато, но я думаю, будет строго поднять. А, вов. То есть мы создали вот такую концепцию. Она даже какую-то медальку на пехансе взяла. То есть как мы видим вообще стиль CarPrice всего и его дизайн, ну, скажем, конечно, хотелось бы его максимально быстро видеть, но по факту, конечно, к этому нам, мы к этому только идем. То есть это такой фототип, там, BMW i8, который мы нарисовали, поставили, показали на выставке, и наши продукты присконечку к ней двигаем, чтобы не просадить конверсию. Надеюсь, вам понравилось. Собственно, двигаюсь дальше, закрываю это. В целом, она у нас зашла неплохо. То есть что мы уже из нее народили? Какие продукты? Просмотры. Где? Расплата. У нас практически сразу же из нее получился клиентский дашборд, который у нас сейчас на всех локациях, он слева. У него основных метрик никаких нету, то есть это исключительно MPS клиентов, которые они нам пишут в личном кабинете, а мы, соответственно, его получаем в чате, в Телеграме, и инспектора с ним работают, на старшую точку. Вот. Но клиенты довольны, им эта штука нравится намного больше, чем старый дашборд. Они с интересом, там такая анимация вспыхивает, эти машины, они сидят, смотрят, наблюдают, считают ставки, некоторые степуляторы пытаются их считать. И мы еще придумали новый клиентский сайт. Вот он такой, тоже с анимацией, минималистичной, но он при первом тесте он проиграл тому, который был предыдущий. Вот это. Так же, как и многие варианты ему проиграют. И он ушел сейчас на доработку. Собственно, еще один наш опыт копирования из недавнего. Есть в Индии тоже аналогичные, аналогичные модели работающие, работающая компания. Называется Карт24. И вот у них супер летит вот тот сайт, который слева. Он очень похож на всякие там лукинги и так далее. То есть сигарета с фильтрами. И там машинки стоят. И они говорят, что просто супер, они конверсия, они назвали цифры, которые в два раза больше наши. И мы, короче, взяли их тоже, и прям детально все скопировали, чтобы точно нигде ничего не потерялись. Вот у нас получилось то, что справа. И мы его запустили, и он проиграл тому, который был в начале. В очередной раз. Что еще мы интересно копировали по-разному? Вот у нас на аукционе появилась такая штука, как рейтинги состояния. И мы их, в общем, называем звездкой. Машина, у нее где-то 500 в чек-листе разных там повреждений. И вот эти звезды, они просто показывают, что, допустим, по кузову у нее две звезды из пяти. То есть есть там алгоритм, который с лесами это все сводит. Это мы посмотрели у японцев, но у них оно немножко по-другому работает. У них не наценка от одного до пяти, а у них там буквки, цифры, какие как-то они комбинируются между собой. Но я сейчас не буду в это углублять, мы просто адаптировали, чтобы нашим филлерам и клиентам было это легче понимать. И сделали вот такие звезды. Сделали их, вроде как в России, самые первые. Но, пускай природы. Есть еще одна интересная фича, которую все тут буду позаимствовать. Называется, ну, условно название «Prasus». Про нее даже на хабре писали. Здесь, к сожалению, тоже кивка у меня не работает или видео. В 2015 году, когда я еще повторю был, команда «Автору» подсмотрела, что на всем известных практических сайтах можно не кликать фотку, чтобы ее открыть, а можно просто поводить мышкой вот вправо-влево и посмотреть, что внутри. То есть там фотографии будут меняться при этом. При этом метрики, такие вот, типа просмотры карточек, это формально просаживает, но при этом сильно повышает удобство людей, потому что ты можешь понять, что внутри не переходя в карточку. И сейчас, де-факто, эта штука уже стала стандартом и в автомобильном мире, потому что куча сайтов дилеров, и мы себе тоже такую сделали на «Cardprice», и не стыдимся этого, потому что, собственно, остальных тоже скопировали с «Brasus». Очень классная вещь. Если у вас такой еще нет, я вам очень ее рекомендую. Очень всем нравится. Вот. Еще интересное тоже заимствование. Здесь мы позаимствовали паттерн использования. Справа – это наша новая версия условий, которую мы сейчас спускаем. Плохо видно, но смысл поясню. А слева – это как типичный игрок в «PocketStars» себя ощущает. То есть, наверное, как кто-то из вас играл или знакомые играют. То есть, человек, который играет в «PocketStars», у него куча-куча мониторов, и там миллион столов, на которых он играет маленькими ставочками. У нас, по сути, очень похожая история. То есть, дилер, он имеет ограниченные какие-то энергии, ограниченные силы, за сколько машина может поторговаться в день. При этом бывает так, что на аукцион выходит сразу несколько машин, которые ему интересны. И мы сделали ему такую панельку справа. То есть, вообще ему не надо никуда переходить. Новая версия, у него посередине карточка. Слева список аукционов, RealDiving подползает, а справа те, в которых он уже торгуется. И он может прямо здесь перебивать ставки. То есть, в принципе, такая вот аналогия, мы будем называть «Покерстарс». На этом примеры у меня закончились, и время уже, я так понимаю, подходит к концу. Интересный такой еще аспект, как действуется от копирования. Наверное, у многих этот вопрос в голове сидит. Как же так, чтобы тебя не скопировали? Вот у одного тоже автора, исследователя, к сожалению, не смогу на скидку привести, как его зовут, сложная у него фамилия, но я их потом напишу, если спросите. Он разбил этапы от идеи к воплощению, каждый из них проанализировал, и пришел к улету, что делиться лучше всего, когда только появилась идея. Потому что идея сама по себе, она ничего не стоит, плюс это полезно тем, что если рассказать всем друзьям, всем знакомым, то можно очень легко проверить, насколько люди в нее верят, насколько она жизнеспособна. Но, конечно же, не избежать того, что в какой-то момент в компанию нужно будет нанимать сотрудников, нанимать программистов, нужно будет ходить к тем же самым инвесторам, и здесь уже, конечно, риски. Они сильно возрастают, когда есть уже проработанный план, когда есть бизнес-модель, когда есть какие-то ноу-хау компании и так далее, что кто-нибудь чего-нибудь плачет. И тут уже, ну, как бы, нужно защищаться, конечно, более продуктом. Итак, картинка не мог, я себе даже думание вставить. Жду и часы. Они олицетворяют то, что время идет, а мы ждем, не копируем. И небольшие выводы от психологической закомплексованности. Ее надо, мне кажется, обязательно преодолевать, я всячески над собой работаю. Оригинальность и креативность. Креативность, вообще, я про этот термон очень много искал, смотрел, читал, что это такое в процессе подготовки этого доклада. И увидел, что многие люди воспринимают креативность по-разному. То есть кто-то считает, что креативность, это когда человек может придумать какую-то чумовую идею, не такую, как у всех. И при этом, это, считается то же самое, что и оригинальность. А кто-то, наоборот, считает, что креативность — это умение найти какие-то уже существующие идеи, иногда слизистить их между собой или как-то улучшить. И вот это считают креативностью. Из опыта могу сказать, что у меня есть один очень классный знакомый арт-директор, который… Ну, сейчас он на фрилансе работает. Я все время имел возможность посмотреть, а как же он создает. То есть он прям признан, у него очень много всяких наград, тремени выдают. Я подсматривал, как он это делает, и он просто сидел несколько дней и смотрел всякие классные дизайны. Просто вот листал их как фотки. Туда-сюда, вот такую штуку придумали. И потом он приступал к заказу, и вот где-то в подкорке совмещалось все то, что он насмотрел, весь этот бэкграунд, что новое. И вот, ну, мне кажется, что это и есть какая-то вот креативность, да. Поэтому развивать ее можно как раз-таки путем системного копирования. И спорный вопрос – нужно ли защищаться от копирования или лучше придумывать новые идеи? Мне кажется, вот мое личное мнение, ну, вы, кажется, для себя делаете выводы сами, то есть можно там патентовать, можно все же еще делать, да. Но мне кажется, что если вы придумали там социальную сеть, и все потом ее скопировали, и вообще появилось в мире такое явление, как социальная сеть, то это, ну, круче всего, что может быть. Это круче там вашей текущей работы, это всю жизнь, что вот я придумал такую новую штуку, которая стала целым явлением, да. Вот, и мне кажется, тут нужно гордиться и радоваться, если так получилось. Конечно, печально, если не получилось на этом заработать, вот, но, наверное, заработать на чем-нибудь другом. Всем спасибо большое, что дослушали, я старался. Вопросы? Скажи, пожалуйста, про процесс сам. Вы смотрите у кого-то что скопировать, а потом усилен не даете? Или вы увидели, например, что пользователи сидят с видео открытыми окнами, кто-то играет в PokerStars и поняли, что вот оно решение, которое нам будет полезно? Как это было? Ну, с PokerStarsом, здесь какая-то коллективная, ты знаешь, это просто в культуре компании, мне кажется. Вот у нас… Я когда пришел, я вот как раз говорил, там, давайте всё-нибудь оригинальное придумаем, мы же первые. И вот у нас есть Йоскар Харпман, и он как бы очень жёстко наотрагирует, и говорит, «Зачем мы будем, мы же потратим столько денег на то, чтобы как бы все эти грабли собрать? Давай посмотрим сначала, что уже существует». А конкретно с PokerStarsом там было как? То, что я подлетел у японцев, как у них происходит? Но у них аукцион 30 секунд идет, и прямо приходишь, и ощущение, как будто в казино попало. Там звуки такие же, там вот эти цветастые кнопочки, на которые тилеры нажимают, и женский такой голос. Тут прямо один в один, как в казино. И тоже сделано, чтобы он прямо в real-time видел сразу три аукциона, четыре, и мог одновременно в сервер торговаться. А у нас был еще большой, очень серверсфорс, через 120, наверное. И там такое ощущение, как биржа. И у них был руководитель, он сейчас, правда, у нас поменялся, но на тот момент был руководитель этого отдела продаж коммерческого блока, Леша. И он как раз играл на «Покерстаксе». И мы с ним это обсуждали, эту идею, но он стал уплать концев, а он говорит, слушай, ну это же вообще то же самое, когда дилер сразу на нескольких аукционах торгуется, и здесь ты играешь сразу на нескольких столах. И вот он как бы так вот получился. В результате того, что у вас количество людей, которые сразу за несколько машин торгуются, или так и осталось? А вот сейчас в процессе выкатки мы его выкатываем просто поэтапно. Выкатили карточку только пока, чтобы у них шока не было. А вот эти боковые уши мы будем выкатывать через месяц. Но я могу сказать, что мы выкатили карточку вот эту на реакции новую. Могу показать, как старая выглядела, это был ужас. И у меня такого никогда в жизни не было, что из 20 тысяч людей, к кому мы ее выкатили, только четыре написали мне «отверните старую версию». Представляешь? Ну это же круто, по-моему. Нет, у них есть там горячие линии, сообщите о ошибке, и ставки не просели. Но я совершенно точно так видно. Мне кажется, эта история крутая. И я же сам тоже торгуюсь как постоянный. Я вижу, что намного удобнее становится. Так что вот так. Спасибо. Короткий вопрос, даже вы применули у вас 120 силзов, а что они делают? В смысле, они вытаскивают дилеров на аукционы, чтобы дилеры торговались, они помогают им проходить воронку. То есть у дилера же есть тревое обучение, вот он, допустим, старый способ дилера, где брать 2 машины, он сидит у себя на даче. Допустим, у него есть прикормленный человек в трейдине большого официаза. И тот человек ему звонит и говорит, слушай, тут приехала классная машина, бери миллион рублей и приезжай ко мне. Этот дилер берет миллион рублей, подрывается с дачи, приезжает и забирает эту машину. А здесь аукцион, причем онлайновый, и аукциона у них никогда не было. И, безусловно, нужен большой срок на этапе, когда они приходят новые. Они же очень, вы им очень измеримые вещи продаете, если на аукционе дешевле они первый раз попробовали качество. Не только дешевле, но и лучше. И, опять же, чтобы купить дешевле, ему надо научиться пользоваться этим аукционом. То есть у него в начале есть тревое обучение. А можно, если это не секрет, вот эти люди, они сколько дилеров в месяц, в год обучают? Ну, там есть базовые вещи, там, в принципе, и в Америке у нас одинаково примерно. То есть на том же Манхайде там один сейлз ведет 60 дилеров, они считают оптимально. Ну, у нас там где-то от 30 до 60 один сейлз ведет. Там и делят их на разные воронки. Там есть пассив, есть какой-то полупассив. Все это тоже там у них CRM для него. Вы видите возможность сократить количество ваших продавцов, например, 100 раз? Ну, видите, мы сейчас сделали, допустим, недавно тестируем машин-ленинг, систему, которая рекомендует, каких дилеров надо позвать конкретно на эту машину. То есть, кому она больше всего будет интересна, исходя из того, как они раньше торговались. Но, в целом, скорее не сократить, а скорее увеличить их пропускную способность. То есть, если сейчас, допустим, они тратят там много своего времени на то, чтобы, у нас же все операции большие. То есть, после того, как мы купили машину, она же там едет, там доставляется из Уфы в Санкт-Петербург. Потом дилер приходит, потом он там находит какой-нибудь колбовый, потом пишет претензию, потом эту претензию рассматривает, ну и так далее. Вот. Это все как бы огромная операционная часть. И сейчас менеджер еще, по сути, выполняет роль проталкивания машины в дальнейшем, после того, как мы ее купили. И, ну, если мы, допустим, сокращаем этот кусок, или там сокращаем кусок поиска дилеров за счет вашего менеджера, то в этом случае менеджер больше внимания может посвятить тому, чтобы вытаскивать, допустим, дилеров из по силу с ними общаться. То есть большее количество дилеров они смогут позвонить, или они смогут лучше протаскивать их через входящую воронку, ну и так далее. Мне кажется, что у вас такой большой кусок ручного, как бы, труда, назовем его так, что там увеличится сейчас в сто раз, но вам надо будет набрать не 120 человек, а 12 тысяч. Ну, мы надеем поработать, конечно, это не надо. А там всегда получается... Там просто с дилерами еще, видишь, какая история, можно открыть, да? А с дилерами, они же, там нет такого как вот в full sale, да, что он пришел, один раз купил, и потом типа через три года вернулся. То есть там один дилер, ну вот у нас есть дилер, который там по сто машин покупает, там по 200. Поэтому его мы один раз научили, и он дальше уже сам там через приложение, там где-то, например, в пути торгуется, там и машины, и так далее. И сам уже все понимает, куда ехать, что делать. Поэтому это не уходит как бы в песок все эти усилия. Поэтому нет такого, что для того, чтобы вырастить емкость дилеров, мы называем, покупательную способность в два раза, нам нужно нанять в два раза больше слезов. Спасибо. Юрий, компания Provis.ru. Ром, подскажи, пожалуйста, поделись самым интересным. Были ли вот какие-то неудачные кейсы с копированием, с такими фейлами, то, что это не зашло, с большими неудачами? Ну, ты знаешь, постоянно вот в любом запуске, там, большого, маленького, на каком угодно, мне кажется, всегда есть элемент фейла, есть элемент вина. Никогда не бывает такого, чтобы вот 100 человек спроси, это круто было, если сказать, да, это вообще просто, вы боги, там, да. Обязательно квадрат 500 какую-нибудь найдет. Или скажут, ну вот вы типа технологически все круто сделали, ну чего у вас там с монетизацией непонятно, да. Или, наоборот, сделаешь монетизацию крутую, скажут, ну, вы какое-то далее сделали, да. Ну, поэтому, безусловно, как бы всегда, мне кажется, полезно чего-то новое внедрять. Потому что каждый раз, даже если этот тест вот прошел неудачно, там, на клиентском сайте, допустим, да, мы все равно чего-то новое, для себя поняли, увидели какие-то скономерности и так далее. То есть, мне кажется, нужно не стоять на месте, всегда бежать вперед и чего-то делать. А, кейсы с копированием неудачного катялись, нет? Ну, с копированием я же показывал, вот, КАЗ-24. Как мы его пытались, ну, мы просто уже вот реально, мы год пытаемся вот это убрать. Вот. И мы вот этот КАЗ-24, мы его, он хоть просто хоть как-то хорошо выглядит. И вся команда очень хотела. Ну, вот мы копируем, понимаешь? Вот. И мы его месяц мариновали, там, поставили в Google Optimize. Там уже потому, что просто посмотрели, блин, ну, что-то мы считаем наши АБТ-тесты, там, не совсем они правильно распределяют выборки. Давайте Google Optimize поставим, посмотрим через него. Ну, ладно, давайте выгрузим, короче, вообще все в plain-виде и посчитаем в Excel-ке. И, ну, никак он у нас не сходился, и пришлось все-таки признать, что даже по сквозной конверсии он играл. И осталось просто угодно. У меня есть прямая копия? Так это есть прямая копия? А, полигонная? Ну, это так, конечно. На самом деле, даже картинка та же самая, с того же столько, да. Там вот все скопировано в точности до надписей на кнопках, до того, в каком-то там, что ли, второй шаг, третий шаг. А как оно всплывает? Да. Да-да-да. Просто на машинах более диски. Да, скопировано. Нет, есть просто такой блок. Я работала с собой бизнес-девелопментом, в самом деле. Я работала на восточном рынке. Ставим, Алайзия, Индия, Сингапур. Когда мы адаптировали какой-то продукт, приносили соответственно дизайн упаковки из Европы, она говорила, так, вот убери всю эту бледность, оно как постарше у нас. Должно быть ярко, красочно и буллата, как на груди убрежно. И вот все вот этот красивый европейский дизайн убирался и продавалось именно так. Потом, как ни странно, мы близнили, что в регионах России работает так же. Ну, то есть это реально правда. Поэтому вот то, что нам кажется продвинутым людям, что должно быть такое все выхолощенное, там, понтон, такие ровные линии, такая красота, когда ты перейдешь в какой-нибудь город населением 100 тысяч минус, там реально совершенно другие представления о том, что такое красиво. Я понимаю, это прекрасно, но у нас есть… То есть просто вот эта картина, особенно первая, это забили мелких деталей и цветастость, она просто, мне кажется, отражает такого среднестатистического россиянина. Вполне возможно. Я просто здесь скорее хотел сказать про этот конфликт извечный, который, я думаю, в любой команде есть, когда, с одной стороны, медленно как-то все бизнесовывают, а, с другой стороны, сама команда хочет что-то выпускать такое, за что не стыдно. То есть, ну, там, есть же дизайнеры, там, фронтендеры, они понимают, что вот это, там, то, что бизнесовая сейчас работает, это, там, 2005 год, да, и, ну, стыдно показать даже коллегам. Вот, и тут приходится, как бы, вот свои какие-то там интересные инструменты мотивации находить, там, и ущемлять свое «я», да, во имя того, чтобы все-таки конверсия росла. Ну, конечно, доходить, там, совсем до каких-то комсомолки не хочется, да, когда, там, мотоцикл переехал у мальчика на кнопки писать, вот, но, в целом, как бы, приходится жертвовать его эстетическими и профессиональными соображениями в пользу того, чтобы оно работало и бизнес рос. Какой вопрос? У нас осталась одна минута, последний вопрос, и потом, вот, уже полночную игру поднял. Потом, может, будет Рому этому информативу задавать вопросы. Роман, такой вопрос. Я в прошлом году приезжал в CarPrice, хотел подать свой автомобиль, и заметил, что, особенно под капотом, глубоко не смотрят и на яму не загоняют. Вот, какие риски того, что могут быть проблемы с двигателем, или, допустим, там, с рулевой рейкой и так далее? Ну, это настоящий холивар. То есть, холивар, можно долго еще про это разговаривать. Я скажу только, наверное, пару вещей. Там, первая вещь, что есть AutoOne. Это европейский аналог. Или еще он называется With Outing the Now. Кто-нибудь не знает, может, я что-то неправильно сказал, но, в общем, смысл понятия. У них такая же абсолютно модель. Единственное, что компания 3 миллиарда долларов, что-то ценилась недавно и в Facebook-посте. Они больше у нас, сильно больше, они быстрее, как бы гораздо раньше открылись и выросли. Но они, если посмотреть их отчет в аукционе, то есть, они просто делают общие фото. И все. И плюс пишут там где-то, ну, с таблицей, что вот там крашен, а здесь крашен. То есть, никакой там технической диагностики вообще нет. То же самое у индусов. То есть, я бы мог сейчас показать, как у индусов выглядит, но отчет в аукционе намного хуже, чем у нас. Мы как-то прислушиваясь к тиллерам, пытаемся его улучшать, но так, чтобы не выпринять ожидания все-таки для клиентов, потому что и так уже там они по часу сидят, ждут, пока они посмотрят машину. Это все-таки никакие ворота. Вот. Мы вот сделали там компьютерную диагностику, да. Пытаемся сейчас организовать, чтобы все-таки было видно, проводился или не проводился тест-драйв. Но здесь всегда какой-то баланс между продавцами и покупателем, потому что, если мы будем загонять на подъемник, или если мы будем мерить компрессию в цилиндрах, что тоже немаловажно, да, то в этом случае клиент, который приехал продать машину, будет ждать целый день. Ну, это объективный этап. И это металлург, и никому не интересно все-таки. Клиент рассчитывает, что там, ну хотя бы два часа там уложится с продажи машины. Ну, какая-то такая история. Туристы закладываете на то, что там что происходит? Ну, там есть определенное количество ошибок, есть определенное количество отказов, но если по-честному сказать, то гораздо больше ситуаций происходит. Это просто из-за того, что вот взять какой-нибудь Porsche Cayenne 2008 года, или вообще любую премиум машину, в которую сейчас производители закладывают, я думаю, коллега из Yemex мне даст соврать, какие-нибудь 5-литровые моторы BMW, они ходят 60 тысяч. И потом он приезжает на ремонт 500 тысяч. Вот. Ну, это как бы объективная реальность. И вот этот Porsche Cayenne 2008 года, он может просто приехать, у него не будет никаких ошибок, а через 5 минут он выйдет с локации, и у него там, не знаю, улет турбина. Просто вот на ровном месте. Или коробка начнет там, в ошибку выпадет. Ну, это просто 2 машины. Особенности старых премиум. Таких вот ситуаций намного больше, чем нежели когда сильно ошибается инспектор, настолько сильно, что дилер прям не готов собираться. Как вот так. Миша сказал, что у нас есть еще 5-10 минут, поэтому я думаю, что пару вопросов еще можно задать. У меня вопрос. Закупаете машину вы сами, получается, а потом продаете дилерам? Да, именно так есть. То есть это вот особенность бизнес-модели, что мы ее прям физически покупаем, включаем ДКП с продавцом, дальше грузим на автовоз, везем к нам на склад, который из себя представляет огромное здание, торт-паркинг пятиэтажный, в котором стоят больше тысячи машин, которые не прямо на себя их купили, они под счетом, то есть какой-то дилер за них должен заплатить в течение полного срока. Они стоят, ждут, пока дилер заплачет, и приедет и заберет. Привет, Светлана, Мишон. Я про премью-то так странно сказал, что метрики просили, но сделали, может, это удобно. Ну, что я имел в виду, что обычно на всех маркетплейсах, которые я знаю, видел, общался, есть такая метрика, как просмотр карточек, чего бы то ни было. У тебя есть список с картинками, есть карточки, в которых есть несколько фоток внутри. И если измерять успех просмотра карточек, ну, как в гугле какой-то аналитик, по-моему, говорил, что как учитываются hits, how idiots track success. Соответственно, здесь то же самое получается. Если измерять просмотр карточек, то есть эта фича, она это однозначно совершенно просаживает. Но, когда ей начинаешь пользоваться, ты просто понимаешь, что ты людям счастье принёс, потому что им теперь не надо каждый раз загрузить страничку, там, заходить. Они могут очень быстро понять, надо им эту фотку открывать или нет. Это счастье может стать точкой, с точки зрения. Ну, не знаю. Приложить. Очевидно. Количество превьюжек, вот это то, что он подвигал, можно, допустим, повесить туда какой-нибудь цель или событие, и померить, сколько они пользуются. То есть это такая очевидная кнопка? Для меня сейчас это вещь, которую очевидно и надо доказывать. Если тебе в компании нужно доказать, повесим туда события, и будет намного больше, чем открыть заказку. То есть просто директивно там, это клёво, не надо доказывать, делаем. Есть просто вещи, которые, мне кажется, можно делать, но спрашивают. У меня можно доказать? Я могу сказать о том, что... Это касается всех профессиональных проектов. Просто если ты зайдёшь... То же самое сквозь. Тебе нужно в топорном этапе, где можно, ты там дольше задерживаешься. Ну, и да, сквозная, как если педит тоже должно быть. По времени. Можно потом всё хорошо видеть. Я хотела с другой стороны. Шумно достаточно. Я хотела спросить, как ты относишься к заимствованию у... к копированию любимых конкурентов? Не тех, которые сидят где-то в ZipUp или в Японии, например, а вот, которые твои родные дома в России. Вообще, замечательно отношусь, потому что... У нас есть автомама, и есть ещё автомат, по-моему. Они представлялись как райсинг дико маленький, то есть, в принципе, их даже темно рассматривать как конкурентов, но вот у той же автомама, у неё там было несколько интересных решений, которые они по продукту сделали, мы замечательно посмотрели, скопировали, а они чего-то копируют у нас. Мне кажется, это прекрасно и позволяет всем делать величинские вещи. просто есть такая штука, как имидж. То есть, условно, пользователь, он привыкнет, у него сформируются единые какие-то стандарты, партнерного поведения, но для крупных компаний имидж, если все были похожи друг на друга... Это вот... Сейчас, 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 сейчас... Первый пункт, мне кажется. И есть еще такая вещь, как, я не знаю, когда, допустим, Ротикбанк запустил WowFitch в чате, все были от него в восторге, и все начали очень активно копировать, но как-то и пользователи другие, и операторы не такие милые, и смайлики не прислают... Очень важно. Очень важно не только идея, но и реализация. Конечно же. То есть, если хорошую идею скопировать, плохо реализовать при этом, то будет плохо. А если взять хорошую идею, которая уже плохо реализована, и хорошо ее реализовать, тогда можно будет составить план блок, или что-нибудь еще. Давайте последний, короткий вопрос, и у нас закрытие. Есть последний короткий вопрос? Все только длинные вопросы, тебя будут мучить потом. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Антон. Спасибо, Антон.